Здесь, в старых переулках за Арбатом, совсем особый город, писал Иван Бунин в 1905 году. До сих пор в их лабиринте еще встречаются усадьбы, определявшие облик Москвы в 19 и начале 20-го столетия. К таким памятникам столичной архитектуры относится дом на углу Денежного и Глазовского переулка. Только с виду дом под номером 6-9 каменный. На самом деле, он один из немногих уцелевших образцов московского деревянного ампира, или, как его еще называют, деревянного классицизма. В 1822 году поручик Поливанов приобрел обгорелую кустопорожнюю землю и выстроил на ней небольшой особняк, украшенный шестиколонным портиком и мезонином. Помимо главного дома, усадьба включала флигель и деревянную ограду с арочными проходами и монументальными резными воротами. В 1835 году в этом доме поселился один из участников литературного кружка Арзамас Степан Жихарев, литературный деятель, приятель Пушкина. Великий поэт не раз бывал здесь в гостях. Пушкиноведы считают, что и во время своего последнего приезда в Москву в 1836 году Пушкин останавливался в Поливановском доме. Во время Великой Отечественной войны, в дни битвы за Москву, в доме в денежном переулке размещалась всесоюзная школа радистов. В помпезном зале с колоннами и дубовым паркетом, где когда-то давались дворянские балы, проходили многочасовые ежедневные занятия. Отсюда, после трех месяцев обучения, курсанты шли на фронт. После войны Поливановский дом вновь стал жилым, но ненадолго. Обитателей расселили, а дом передали Ассоциации шахматных федераций. За свою почти двухсотлетнюю историю старейший деревянный дом российской столицы дважды едва не погиб от пожаров. Первый раз в 1980 году, но к Московской Олимпиаде здание было восстановлено. В феврале 2001 года в доме опять вспыхнул пожар. За ветхостью его никто не собирался тушить. Только близость посольств спасла старинный особняк. После пожаров шахматная ассоциация покинула дом в денежном переулке. Несколько лет он находился в забвении. Только недавно особняк стал частным владением и его стали восстанавливать. Дом Поливанова – один из немногих московских деревянных памятников, переживший свое второе рождение. Сегодня он радует глаз красотой, мысль прикосновением к истории Отечества, а сердце – осознанием ее богатства и величия. Без Господа не только град или дом человека, но и гнездо горлицы не создается.